Всем привет! Доброго дня! Рада всех видеть! Для тех, кто вновь присоединился, с кем не знакомы, я представлюсь, потом расскажу немножко о том, что мы будем рисовать и приступим выполнять наш скетч. Меня зовут Дарья Меттар, я художник-акварелист, хоть я не люблю, когда так представляются, но на данном творческом этапе это наиболее точно отражает мою деятельность, поскольку акварель основной, наверное, материал, в котором я сейчас творю, которым занимаюсь и в который безумно влюблена. Референс, который мы будем рисовать, сделан мной не так давно. Это фотография двери в Убуде на Бали, откуда мы недавно вернулись с туром. Рисовали там две недели, там очень красиво, все живописно, солнечно, очень яркие цвета. Давайте, наверное, приступим чуть-чуть левее, чтобы было видно краски, которой пользуюсь. Кисточки нам сегодня понадобятся разного размера. Это должны быть и мягкие кисточки типа белки, колонка и синтетики, разные для разных целей. Можете использовать, которые вам удобны. У меня набор в основном из круглых кисточек. Я плоские использую, но не очень часто. Еще у меня есть такой удобный очень инструмент. Это акварельный маркер Куритаки, фломастер такой. У него на конце кисточка. Они есть разных цветов. Я использую в основном коричневый. У меня два оттенка для каких-то маленьких акцентов в конце, для доработки деталей, когда нужно совсем темного цвета какого-то добавить. Я их тоже немножко использую. Моя обычная палитра. Вода. Салфетка обязательно убирать лишнюю. Воду с кисточки. И, собственно, бумага. Я взяла хлопковый лист, фабриана, артистика, среднее зерно. Можно взять смесовую, как вам удобно, на какой привыкли работать. Хлопкая бумага просто дольше держит влагу. На ней дольше можно совершать разные манипуляции. Ну что, начинаем. Начнем мы с рисунка. Нам здесь важно закомпоновать красиво наш сюжет. Я бы саму дверь сделала побольше. Я всегда начинаю рисунок с общих линий. Не начинаю с прорисовки чего-то конкретного. Я начинаю набрасывать просто большими вот такими штрихами. Я сейчас буду немножко поярче делать рисунок, чтобы по контрастнее было видно. Общей массы, где что будет находиться. Потому что вот это потом мне жалко стереть. Если я начала любовно прорисовывать там все завитки на двери и поняла, что ее нужно пододвинуть, делать я это уже не буду, потому что жалко стирать. Оставлю как есть. Потом буду мучиться, глядя на работу. Почему же я это не сделала, не подвинула. У меня такое много раз бывало. Поэтому на собственном опыте говорю, что лучше сначала сделать большими формами. И найти именно расположение в листе. У нас картинка довольно такая декоративная. Поэтому здесь смело можно расположить наш объект по центру. Не сдвигая его вправо или влево. Не бояться этой симметричности. У меня рисунок обычно довольно четкий такой. И под акварелью он все равно виден. Меня это не смущает. Я очень уважительно отношусь к этапу рисунка. Мне кажется, тоже часть работы, которую можно не скрывать. Кто-то не любит, когда рисунок торчит из-под аквареля. Мне это никак не смущает. Поэтому у меня, если вблизи присмотреться, обычно карандаш видно. Я с помощью клячки, конечно, его сделаю помягче потом. Теперь уже, если здесь нас все устраивает, расположение, можно перейти к поиску двери. Здесь нам надо уловить ее пропорции. Какая-то очень красивая у нее форма. На Бали, вообще, вот в Убуде, где мы жили, там город мастеров считается. И очень много сделано резьбы по дереву везде, везде, везде. Двери, какие-то элементы декоративного интерьера. Это очень много всего. Это все очень красивое. Поэтому нам нужно здесь повнимательнее отнестись. Всегда нужно сравнивать вертикали и горизонтали. Видите, когда я начала рисовать просто от руки, у меня одна часть выше, одна часть ниже. Я провела горизонталь и нашла те точки, где будут находиться эти части двери. Все, что мы можем, нужно вписать в простые формы. Вот здесь, в этом изгибе, мы можем вписать сюда круг. Рядом еще один круг. И посмотреть, правильно ли мы сделали этот изгиб. Такое рисование немного напоминает, знаете, как раньше по клеточкам. Переносили рисунок. Вот здесь примерно так же, только мы создаем сами эти клеточки. Даже когда мы рисуем с натуры, мы всегда должны все выстраивать в какую-то такую систему. Как у дизайнеров называется, сетка в верстке. Ниже, горизонталь опять. Старайтесь при рисунке держать планшет ровно. Особенно в архитектуре это важно, потому что мы привыкаем к такому наклону. Еще со школы, когда нас учат писать. И потом, сами того не замечая, в рисунке разворачиваем планшет. Рисуем, рисуем, ставим вертикально. И все получается у нас западает на один бок. За этим тоже нужно следить и обращать внимание. Лишину убираем. Вот у нас получается дверь. Теперь смотрим на ее внутреннюю часть. От ее центральной линии у нас есть отступ вправо и влево. Вот эта голубая часть, которую мы видим. Сама площадь на двери не стеклянная часть, а деревянная. Здесь она треугольником. Какую-то там корму имеет. И опускается вниз. Чуть-чуть пошире. Потому что они очень красивые текстуры. Красивее, чем стекло, которое в серединке нее. Поэтому мы можем сделать ее пошире немножко. Ничего страшного, если не попадете один в один в форму. Здесь я сначала сделаю горизонталь. А потом из нее выгрызу вот эти вот изгибы на одном уровне. Главный герой нашей композиции готов. За ним темное пространство, глубина. Лишнее все убираю. Чтобы не запутаться потом, лишние линии нужно убрать. Все ослабить максимально ток, где нам не нужны четкие формы. Что нам дальше нужно сделать? Здесь очень красивые светлые листья, которые пересекают всю нашу дверь, всю эту композицию в таком довольно хаотичном, но красивом ритме. Нужно подумать хорошенько, где расположить эти листья. Там он в принципе нормально расположен. Этот лист банана большой такой. Там вообще очень странные ощущения. Все знакомые нам растения, даже которые у нас растут комнатные, они все словно в увеличенном размере. Так, это нам сюда, вот такой вот здоровенный прям. Здесь он пересекает эту часть, а здесь он уходит за пределы двери даже. Вот такой у нас будет лист. Сюда и туда. Немножко можно согнуть. Туда вот эта вся масса, то, что здесь масса зелени, нам не нужна, чтобы ее прорисовывать. Мы можем задать отдельные листья, которые у нас явно выделяются. Здесь нужно посмотреть на характер листа. Потому что когда мы начинаем рисовать какой-то объект, первым делом мы рисуем то, что сидит у нас в голове. Если это лист, мы сразу воспринимаем его как вот такой вот лист. Если это дерево, цветок, небо всегда синее. И все деревья у нас растут ветками вверх. В природе не всегда так, как мы привыкли. И нужно не доставать это из памяти своей головы, а посмотреть внимательно на формы, которые нас окружают и которые мы хотим передать. Здесь можно просто массой отметить везде-здесь. Вот эти красивые пальмы спадают сюда тоже. Повыше изгиба можно сделать. Ее нужно отметить просто общей формой, не вырисовывая листочки отдельно. Потому что их можно потом запросто сделать кисточкой за счет фона. Сейчас не нужно заморачиваться, нам нужно найти просто общие формы глобальные листьев этих. Сейчас я вам посмотрю, все ли нормально. Фото, из которого рисую, я уже сказала, оно выложено у меня в аккаунте в последней публикации или в этом аккаунте в истории предыдущей. По листу непонятно. Поясните, пожалуйста, что непонятно по листу? По листу растения? Или по листу бумаги, на которой рисую? Сейчас, пока вы пишете, я продолжу, потом отвечу на вопрос. Сюда они друг с дружки прям очень близко пододвинуты. И там дальше уже у нас не помещается в пределы нашего видения. Здесь просто массой можно обозначить большие листья. Тут будет ручка. Можно и сделать какую-то более интересную. Уже разобрались. Окей. Убираю все лишнее и можем переходить уже к цвету. Здесь можно еще отметить, где смена цвета фундамента появляется. Какие-то лишние объекты, там и львы, слева здесь такие скульптуры, я их делать не буду. Это можно все ввести просто в зелень, потому что главное у нас это дверь. Главный герой нашего скетча. Перед тем, как начать работать цветом, нам важно понять, что темнее, что светлее. Поскольку цвет это такая развлекательная часть программы, если так можно сказать. А вся форма, весь объем у нас держится на тоне. Как бы мы красиво не использовали разные цвета, оттенки, акварельные переливы воздушные, у нас не будет объема и картинка не будет смотреться живо, если у нас не будет правильно подобран тон. Тон. Тон также влияет на этапность работы. С чего мы начинаем, что мы оставляем на вторую часть заливки. Поэтому нам сейчас важно решить, что темнее, что светлее. Самое светлое в этом сюжете это листья. Вот этот, вот этот. Вот там дальний фон, который нам почти не влез. Куда-то будет какая-то крыша. Но это не так важно. Какие-то светлые пятна вот здесь по краям. Следующее, что у нас идет по свету, это вот эта красная дальняя часть. Она тоже довольно светлая. И листья пальмы, которые выходят на нее, они выходят более темным, на более светлые. Она по тону примерно такая же, как сама дверь голубая. Стекла внутри двери, окружение. Это все более темное. Это нужно держать в голове, чтобы не запутаться потом при заливке. Немножко подправлю я еще у меня кривоту. Ну что, поехали. Сейчас я загляну к вам, есть ли какие-то вопросы. Окей, тогда начинаем. Как ни странно, я сейчас начну не с самого светлого. Я сделаю фон, но оставлю вот эти зеленые листья пока не залитыми. Я их добавлю после того, как будет окружение. Чтобы понять, насколько мне их сделать яркими. Потому что относительно белого листа они сейчас будут казаться темными. И мне будет непонятно, насколько мне нужно использовать много пигмента. Мне будет страшно их перетемнить. И я могу не добрать их насыщенность цвета. Здесь я сделаю легкий, такими штрихами, свет, который проглядывается. Прямо поверх веток. Мы можем себе, поскольку это скетч, позволить поставить белые в какие-то участки. Немножко сюда. Легкими такими движениями. И перейду к заливке двери. Самой не двери, а к окружению. Оно очень сложного, красивого цвета. Я думаю, что за основу можно использовать оранжевый. Железокисную красную. Краски на палитре лучше до конца не перемешивать. Чтобы у нас была возможность создавать вариативность оттенков сразу в работе. Я возьму немножко отсюда, немножко отсюда. И они друг в друга будут перетекать. В качестве синего у меня эндонтреновый синий. Можно использовать ультрамарин. Он чуть поярче. Где-то нам нужно взять более чистый синий. Внедрить тоже его отдельным цветом. Редко, когда бывает объект, даже окрашивали в один цвет, бывает чисто одного цвета оттенка. Намешали и его залили. Обычно в этом объекте отражаются другие объекты. Отражается небо, появляются рефлексы. Где-то какая-то потертость в штукатурке. Это все очень красиво. И мы все это можем усилить еще больше. И передать зрителю то, как это красиво. У нас должно быть достаточное количество воды. Поскольку мы решили, что пальма темнее, мы можем ее закрыть. Немножко охры еще возьму. Это у нас пока светлый тон, который без теней. То есть мы сейчас создаем цвет самого объекта. Здесь, где у нас все затемняется, мы тоже можем закрыть, потому что потом мы туда тенью влезем вторым слоем. Можно взять вторую кисточку и одновременно добавлять разные оттенки Двумя кисточками. Где-то можно еще одно внедрить этот голубой. Листья не забываем обходить в большие. Я уже забыла. Можно аккуратненько, если забыли обойти салфеточкой. Протереть салфеткой, если забыли обойти. Немножко щепей взять. Где-то затемнить. Вокруг этих листьев можно даже побольше сделать контраст, потемнее цвет взять. Не надо добиваться равномерности заливки, поскольку она вся такая текстурная, мы можем где-то накапать, набрызгать, какую-то задать ей живость. Вниз я уведу в тень более холодный цвет. Когда берем темный цвет, это не означает, что нам нужно брать мало воды. Нам нужно брать то же количество воды, просто в него добавляя больше пигмента. Частая ошибка, что мы хотим затемнить и берем краску такую густую, что она начинает у нас не вливаться в работу, а рисовать такую как гуашевую. Нам нужно все-таки даже в темные места ее вкапывать. здесь я уведу в мягкую тень всю нижнюю часть. обхожу опять листья, не забываю. Здесь, где не такие яркие листья, мы можем сразу добавить зеленую массу. Поскольку при первой заливке мы используем довольно большое количество воды, у нас есть возможность туда же продолжить зелень. Я возьму майскую зеленую и смешаю с тем, что у меня уже появилось на палитре вот эти синие цвета. Тут чуть можно оранжевого. И сюда добавим зелень. Я взяла синтетическую кисточку, чтобы краска не растекалась по уже сырой поверхности. Чтобы она растекалась, но не полностью, как в большой заливке, а оставалась в рамках той формы, которую я наношу на лист. Ладно, обойти какие-то светлые, добавить сюда тоже зелень. Вот так обходим светлые. Можно здесь краешки чуть-чуть позеленить. Здесь пока оставлю в том виде, как есть, потому что там листья более темные. Если у нас получилась темная область и хочется какие-то отдельные сделать светлые элементы, можно взять больше воды и более чистый цвет и сделать такие штришочки. Он вытеснит темный пигмент, который у нас там уже находится. Мы можем не только затемнять поверх, но и осветлять. Если мы используем мало воды, видите, я здесь сколько времени уже делала, работала, вот эта часть у меня все еще остается сырой. То есть я могу ее продолжить без появления таких явных границ. Немножечко нужно слева нам усилить тонн, тени и насыщенность цвета. При высыхании сильно начал светлеть, пока не поздно можно доработать эту часть. Переходим направо. Пусть большой лист тоже будет светлее. Немножечко возьму хинокридона. Чтобы более розовый оттенок чуть-чуть увести. Потому что розовый с зеленым будет давать хороший контраст. Можно сюда немножко куда-то внедрить. Стебли у нас темнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... там что-то уже на дальнем плане голубоватый оттенок имеет не так важно то что там за листьями поэтому можем просто увести плавно на нет нашу заливку и сюда также добавлю зеленых растений сразу и сейчас пойду смотреть если какие то вопросы к вам наверх у нас первый этап фона сейчас мы перейдем к двери и уже к теням если я маркерами рисую сегодня акварельный у нас скетч поэтому про маркеры не могу вам подсказать эфир досмотреть не получается эфир будет сохранен не переживайте все будет выложено двигаемся дальше самое у нас сейчас интересно это дверь с ее голубым цветом он очень такой тоже сложный у меня есть красивый очень цвет он называется royal blue он даже у невской палитры сейчас появился называется королевская голубая можно его немножко добавить он с белилами но он дает очень красивый звонкий оттенок точно также заливкой с капелькой обязательно мы создаем цвет самой двери где-то внедряю еще оттенки банан обходим если в каких-то местах наша дверь соединяется как здесь она поплыла с фоном это очень хорошо не пугайтесь надо стараться это подтереть в этом месте что будет непонятно где какая форма началась где какая закончилась в акварели очень ценно вот это где-то потеря границ и она придает наоборот такой воздушности больше живости немножко где-то внедрю красноватые оттенки чуть-чуть можно оранжевую в нее сейчас я сильно не разгоняюсь по оттенкам потому что я потом поверх буду добавлять еще текстуру ту не такая немножко как это красноватый облупившиеся текстуру чем красивая я сделаю потом сухой кистью эту ручку входим листья все теперь нам нужно внутри сделать тоже цвет я положу сейчас планшет горизонтально чтобы у меня не стекала вниз и тогда можно придумать он там какой-то сероватый можно использовать те что у нас есть на палитре главное чтобы это не был один цвет нам нужно сделать такую разноцветную перламутровую заливку серый очень красивый цвет если его грамотно передать не намешав один цвет а путем соединения разных оттенков уже на бумаге чтобы они переливались заметно глазу уже на листе где-то можно оставить немножко белую часть где-то они должны соединиться у двери есть объем соответственно не будет еще тень поэтому форму мы разделим следующим этапом когда будем добавлять тени можно взять побольше кисточку может быть здесь немножко зеленого отразится в стекле у нас же много вокруг зелени серый вообще самый удобный цвет для живописи в него можно подпихать все что угодно разных оттенков чтобы обобщить работу старайтесь продолжать тот свет который вы начали с одной стороны продолжить хотя бы немножко с другой стороны чтобы была цель целостность формы здесь тоже расплываюсь ничего страшного мы потом ее вернем немножко возьму сепии и где-то затемню кисточка у меня синтетическая поэтому она позволяет мне по сырой поверхности создавать штрихи с нужной мне границы немножко семья можно пока сейчас этот цвет есть в кисточке темные оттенки выделить нижнюю часть где-то она не до конца высохла ничего страшного можно просто такими хаотичными движениями затемнить низ где-то уже обходя листочки но их можно не обходить не полностью обрисовывая просто такими пятнами создать ощущение у зрителя что мы хорошенько нарисовали живость такую оставить и с этой стороны тоже где-то точками создать такую текстуру горизонталь где меняется структура фундамент часть появляется может быть где-то не нужно очень четкая граница и лучше немножко размазать можно пальцем можно не побрызгать как привыкли работать ну что переходим дальше теперь нам нужно добавить тени чтобы у нас появился объем сейчас я загляну к вам наверх стекло чуть чуть темнее чем дерево можно сразу в одну заливку сделать немножко темнее у меня заметно вроде что она в целом тон темнее он не супер темный но темнее если возможно что чувствовать цвет но с цветом это в основном наблюдательность нужно просто начать рисовать и смотреть на объекты вокруг когда вы начинаете рисовать и смешивать краски у вас глаз сам начинает уже извне улавливать разные оттенки это все тренируется как как ну как занятие спортом когда вы начинаете заниматься этим вы начинаете там больше обращать внимание вокруг эту тему просто посмотрите да какие там вот на на дерево в окне какие оттенки что но не просто коричневая прям смотрите что на свету на желтая нам в тени она синяя представить как бы вы его рисовали с процесс процессе это все будет больше и больше и больше заметно вы уже будете видеть столько цветов которые сами от себя не ожидаете который не рисующий человек вряд ли увидит скажет что вы с ума сошлись только видите оттенков можно попробовать для себя сначала это через логику объяснить что там на свету допустим на крышах вот на верхних поверхностей будет какой-то более голубоватый оттенок присутствовать потому что то попадают рефлексы то есть отражение от неба на нижних поверхности будет больше там какого-то цвета который нас есть на земле который тоже будет отражаться на на стекле какие-то будут оттенки на фотографии этого редко видно это нужно в жизни просто ходить и наблюдать какого цвета тень до отпадающего листа наверное не будут какие-то зеленоватые оттенки потому что свет немножко отражается вот просто ходить и наблюдать переходим к теням железокисный красный оранжевый и синий еще потемнее здесь оставлю светлые хвостики у пальмы тень старайтесь тоже не закрашивать не заливать одним цветом намешали цвет для тени и им работаем это будет очень заметно тень такая же точно как и в остальные светлые объекты у него точно такие же права на оттенки как и у других объектов на свету поэтому старайтесь в ней делу тоже переливы где-то более синего больше синего оттенка и вниз сюда плавно спускаемся хотя уже контур двери и старайтесь не вырисовывать и линии прям идеально по линейке чтобы они были такие введенные не дай бог где-то будет неровно где-то неровная линия смотрится гораздо живее чем очень очень хорошо прорисованная поэтому не бойтесь дать ей немножко вольности сюда и сразу залезем в теневые части мы немножко видим вот этот бачок значит можем опустить сюда тень от стены можем немножко здесь добавить вот какие-то такие отрывистые линии под дверью не до конца ее обводить а какими-то такими быстрыми движениями лучше приноровить при присмотреться где я хочу провести линию и провести ее быстрый чем мы будем медленно-медленно-медленно ее вырисовывать дальше отступаем у нас наверху еще одна теневая часть так продолжается там веточка будет асимметричнее сделала а то сейчас получилось немного разного на стене фактуры смелость линии всегда выдает работу начинающего художника потому что хочется все сделать хорошо чтобы оно все было правильно все было ровно без каких-то вольностей так дальше я перехожу к листьям у меня обычная зеленая несколько палитры к ней оранжевая можно железоокисную красную я обычно мешаю много цветов я не смотрю на то скольки составные пигменты у них потому что за грязь отвечают совершенно другие вещи в работе это многослойность это недобор тона за первый раз поэтому не бойтесь смешивать разные цвета зелень где-то мы дополнительно подчеркиваем наши светлые элементы вот из этого можно сделать лист да у нас уже появилась такая масса из которой мы можем где-то добавить пару штрихов и сделать из этого листья где-то можно майской зеленой с ней аккуратно ее не надо класть очень плотно чтобы она смотрелась как замазка вот сейчас я даже немножко переборщила по плотности немножко ее сниму потому что она перестает светиться она как лимонная желтая но мне кажется из этой же серии цветов когда она лежит очень плотно она не светится обязательно нам нужно вот посмотрите вот в этом в эту часть внимательно на картинку там очень много темных цветов нам обязательно нужно чтобы был контраст где-то внедрить эти темные темные оттенки когда нет сил уже темнить я беру чисто синий цвет ни с чем не смешивая он дает очень красивое затемнение когда уже так темно что слой на слой не получается обязательно в зелени у нас присутствуют красные оттенки это дополнительный цвет зеленый он нам добавляет контраст и часто где-то листочек вот здесь на этой пальме видно немножко желтеет нам нужно этот красный внедрить чтобы зелень не была чересчур зеленый зеленый вообще самый опасный цвет его очень легко сделать некрасивым потому что то что мы видим в жизни зеленые шапки деревьев если мы так нарисуем это будет смотреться некрасиво здесь я возьму чисто майскую зеленую на свет а в тень добавлю другие цветы где-то у меня будет яркий подсвеченный светлее чем окружение а где-то будет наоборот темнее где-то больше красного в него добавлю сюда тоже можно подсветить вообще там такая зелень которую посмотреть на фотографии будет ощущение что там что-то подкрутили с насыщенностью но там прям вот очень-очень яркий зеленый здесь он довольно светлый должен быть чтобы был контраст вот здесь если я залезла краской мне ничего не мешает сделать либо за ним другую форму с помощью другого листа либо затемнить часть этого листа действовать уже по обстоятельствам ничего страшного что картинка будет как-то отличаться от оригинала никто вместе это смотреть не будет и не увидит что что-то вы не так сделали у нас остается сейчас пять минут я перезайду заново в эфир поэтому подключайтесь я сейчас наверное даже кусочек доделываю и зайду заново чтобы потом не не прерываться на следующем этапе давайте 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 подключим так продолжаем вот здесь как красиво акварельно растеклось все не нужно вот это все стараться сделать четкое где-то где-то в этих листьях то что я вам сейчас говорила да они повернуты наверх к небу есть голубой оттенок потому что там отражается небо в этот зеленый мы можем добавить немножко не такого конечно нашего голубого вот таким легким оттенком вот таким легким оттенком и продолжаем сейчас затемнять вокруг чтобы появилась форма здесь она уже немножко появилась можно еще добавить стебельков вот для этих вещей я часто использую за фломастер потому что он уже очень тоненький дает красивую тонкую линию но обычно на финальном этапе здесь можно подчеркнуть каким-то листом яркость этого листа здесь я создам вот эту пальмовую ветку чуть-чуть в другом месте чтобы мне выделить вот этот мой лист банана просто вот такими штришками отрывистыми создаю дополнительную текстуру их может быть там две вообще да одна идет сюда куда-то другая вот сюда вниз спадает здесь мы не будем видеть таких листиков отдельных потому что у нас там большая масса других листьев они друг на друга наслаиваются можно сделать поверх какую-то немножко текстуру затемняю за этими листьями можно какой-то придумать что там выглядывал тоже часть пальмы где-то размою водой просто смачиваю поверхность она соединяется в красивый плавный переход красивый плавный переход красивую плавную форму ствол забыли этой пальмы можно его процарапать чем-нибудь добавив дополнительную текстуру сюда можно еще один сделать я просто ногтем можно это делать мастихином карточкой пластиковой чем угодно листья немножко начали собираться в нижней части я сейчас сделаю дверь дополнительные с тенями потом уже разберусь наверху потому что в принципе у меня рассказ про дверь про вот эти яркие цвета и в большей своей части он уже решен здесь даже если я пошел дождь там уезжает мой экскурсионный автобус я не успеваю доделать здесь уже в принципе я могу доделать по памяти или даже так оставить при решенной вот этой части там мне уже будет не так это важно беру поменьше кисточку сейчас я буду создавать сухой кистью текстуру на этой двери чуть-чуть потемнее покраснее даже добавлю немножко хинокридона в нее промакиваю в кисточке должно быть мало воды я кисточку уже с пигментом промакиваю в салфетку и еле касаясь создаю вот такие шероховатости не везде где-то где-то потом их можно убрать можно другой оттенок взять какой-то там темный у нас получается большая разница текстур да здесь какие-то большие гладкие формы здесь у нас такое все шершавое где-то не хватает синего цвета я сейчас такими же шероховатыми полосками добавлю немножко синего банан обходим не забываем про него нижнюю часть еще затемню можно обойти какие-то яркие вот эти элементы здесь не нужно полностью четко делать дорожку где-то хорошо чтобы она стерлась с фоном с окружением листиков ее видно но она имеет мягкие границы и теперь добавляю тени поскольку двери есть объем у нас будут тени явные вот здесь сейчас по ее форме вертикаль с этой стороны тоже будет видно представим что мы смотрим немножко слева на нее да если мы видим вот эту часть вертикальную то мы будем видеть левую часть вот этих толщин двери ручки будем видеть снизу вот эту часть вот эту часть здесь у нее красивый рисунок повторяющую силуэт его можно сделать с обеих сторон не обязательно до конца полностью линию прорисовывать она может где-то прерываться где-то появляться где-то можно усилить контраст я возьму прям чистую сепию и где-то сделаю его потемнее более акцентирован вот в таких неявных моментах где у нас что-то расплылось мы можем добавить допустим затемнение двери или затемнение стекла внутри наверное я бы здесь затемнила дверь чтобы не было такого вырезанного вокруг светлого контура вокруг вокруг темного стекла поэтому здесь я затемню можно немножко увести эту часть в тень где-то будет дверь темнее чем внутренняя часть такие моменты не всегда можно спрогнозировать в начале работы они появляются в процессе как сейчас то можно немножко добавить тени еще где-то на дверь чтобы она не была равномерно белая а где-то можно наоборот усилить контраст путем затемнения стекла внутри вот здесь допустим хочу я выделить тем более здесь у меня еще ветка банана попадает хочу я выделить здесь тоже дверь и листик я затемню вокруг добавляя пигмент и дальше я ему просто размываю водой чтобы убрать эту границу ой остается немножко детальнее на верху и будем заканчивать сейчас мне нужно сделать веточки пальмы у них есть какая-то часть большой массы а на краях у них есть какая-то часть большой массы у них появляются более яркие листочки они ярче и они отдельными штрихами таким веером они расходятся таким веером они расходятся где-то можно затащить с фона вот с этого немножко добавить затемнение и с него вниз ну внутрь добавить эти лепестки листки или листья части листьев на полоску на полоску на полоску на полоску их добавляем сюда и на полоску на полоску стебелька отдельные такие листочки потому что она свернута же она в развалит в развернутом виде вот такая так когда наслаиваются друг на друга какая-то часть листьев создает общую текстуру они не будут все на просвет видны поэтому где-то не у нас видны а где-то у нас они друг на друга наслоили здесь можно вообще добавить еще такой текстуры как будто там много-много пальмовых веток там в общем то так и есть просто добавить штрихов в разном направлении поскольку они все пересекают друг друга получается такая красивая паутина из пальмовых веточек где-то форму подчеркиваем какие-то темнее у нас какие-то светлее тоже наверх будет уходить за кадр дополнительных акцентов здесь у нас будет расходиться веером поскольку она уходит в перспективу дорожка можно немного показать ее плитки чем ближе к нам тем будет расстояние между ними больше между горизонтальными полосками чем дальше от нас тем она будет меньше потому что у нас плоскость повернута и все что от нас отдаляется уходит сокращение не все тоже прорисовываю потому что получится просто такие клеточки и где-то между ними бывать плитки расходятся дамя ладно я сейчас рассказывала не знаю на каком моменте остановилась про голубой что им расставить акценты по работе можно и это придаст такой живости сочности у невской палитры красивый такой тоже королевский голубой он чуть более разбеленный и в каких-то темных участках может быть даже выигрыш не лучше смотреться будет я думаю что для скетча достаточно так у нас уже затянулся работу я выложу у себя тоже если будут какие-то вопросы пишите пишите отвечу подскажу скотч когда отрываете от работы отрывайте его противоположную сторону потому что когда лист не до конца просох есть риск оторвать вместе с бумагой вот такой у нас получился скетч спасибо что присоединились надеюсь было полезно интересно сейчас загляну вопросы до эфир сохраню остановилась видео на плитке на переднем плане до после плитки на переднем плане я начала говорить что голубым можно расставить акценты у меня еще раз расскажут это голубая это королевская голубая или blue royal называется у меня санельер но несколько палитры тоже сейчас новых цветах их пастельных есть такой цвет называется просто королевская голубая он чуть более разбеленный но для акцентов возможно даже лучше будет подходить он очень красиво смотрится в тенях и какую текстуру добавляет я его использую не разводя водой такой прям густую как у меня на палитре есть такая выдавлена из тюбика прям ее вот как пилилами такими плотными штрихами где-то можно нанести добавив я там на двери немножко добавила акцентов вот где-то немножко расставить она придает такой сочности все давайте до новых встреч творите показывайте что вы натворили ставьте ссылочку я вам что-нибудь прокомментирую хорошего вам дня творческого настроения всем пока